Здравствуйте! Пришло время русского мира. Об интересных событиях этой недели в России и за рубежом расскажу я Любовь Курьянова в этом выпуске. Мы вместе. Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей международной премии. Россия-Уганда в Кампале состоялся первый молодежный форум. В Братиславе открылось словацко-чешское отделение международного движения русофилов. А теперь подробнее об этих и других властях. Накануне на площадке выставки форума «Россия на ВДНХ» завершил свою работу международный форум гражданского участия под названием «Мы вместе». В торжественной церемонии награждения победителей принял участие глава государства Владимир Путин. Он лично поздравил волонтеров и присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Во время посещения ВДНХ Владимир Путин наградил победителей международной премии «Мы вместе». Методист детского эколого-биологического центра «Росток» из Воронежа Наталья Аминева стала волонтером года и получила главную премию из рук президента. Она создала детский экологический отряд «Юнаты из Ростка». Кроме того, Наталья вместе с детьми, супругом и родителями помогает бойцам специальной военной операции, вяжет носки, изготавливает маскировочные сети и окопные свечи. Для меня самого было неожиданно 39 тысяч заявок из 95 стран. И это огромная армия добровольцев, которая нашу страну называет страной добровольцев. И это соответствует действительности, потому что в нашей стране четверть населения нашей страны, четверть наших граждан, 25% граждан страны объединяются в организации, а их свыше 100 тысяч, которые работают как добровольцы и волонтеры. Это не случайно. Все-таки в традиции, в культуре народов Российской Федерации чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует на протяжении всей истории существования нашей страны. Передается из поколения в поколение. Глава государства также пообщался с номинантами премии «Волонтер года-2023» и победителями конкурса прошлых лет. Для обмена опытом, обсуждения лучших практик государственных и общественных структур на форуме собрались тысячи активистов из всех российских регионов и 40 государств мира. Это представители волонтерских организаций и бизнес-сообществ, которые проводят патриотические, экологические, благотворительные и гуманитарные акции, реализуют социально значимые проекты по разным направлениям. На площадке международной премии «Мы вместе» Владимир Путин вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Президент выбрал три шара открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Напомним, акция проходит с 2018 года по всей стране. За это время исполнено более 106 тысяч детских желаний. Евгения Фахурдинова специально для программы «Время русского мира». В Кампале в стенах кабинета «Русского мира» прошел первый молодежный форум «Россия-Уганда». Мероприятие принял участие сотрудник посольства России в Уганде Евгений Калашников. Помимо выступлений молодежных организаций и представителей Федерального агентства «Росмолодежь», для участников подготовили видеопрезентацию проектов Московского Дома соотечественников. Завершили форум вручением сертификатов об окончании курса русского языка базового уровня для студентов. Занятия в Кабинете «Русского мира» возобновятся в 2024 году после новогодних каникул. В Бразиславе открылось словацко-чешское отделение международного движения русофилов. Его основной задачей участники мероприятия определили шаги к достижению цели сбора миллиона подписей для проведения референдума о снятии санкций в отношении России. С приветственным словом к участникам обратился посол Российской Федерации в Словакии Игорь Братчиков. Он поблагодарил друзей России за смелость защищать свою гражданскую позицию в тяжелые времена и пожелал успехов в нелегком начинании. Единая региональная словацко-чешская секция была создана по инициативе представителей Международного движения русофилов в Словакии и в Чехии с целью объединения усилий для повышения эффективности работы. После утверждения руководства региональной словацко-чешской секции участники саммита приняли резолюцию, ознакомиться с которой можно на сайте Международного движения русофилов. В Забайкальском крае впервые прошел фестиваль «Эхо Золотого Витязя», объединивший представителей разных видов искусства. Жители Читы ждали творческие встречи, музыкальные вечера, показы фильмов и спектаклей. Подробнее в материале моей коллеги Анастасии Голдабиной. Столица Забайкалья гостеприимно встретила Международный фестиваль искусств «Золотой Витязь». Эхо этого форума добралось в морозную предновогоднюю Читу, подарив ценителям прекрасного масштабное культурное событие. Галоконцерт стартовал с выступления праздничного мужского хора Московского Свято-Данилова монастыря и президента форума народного артиста России Николая Бурляева. Он представил поэтическую программу под аккомпанемент русского инструментального ансамбля Забайкальской краевой филармонии. После чего артист театра и киновыпускник школы студии МХАТ Андрей Финягин прочел стихи поэтов-современников и представил вниманию зрителей моноспектакль под наименному рассказу Леонида Андреева «Иностранец». В двух словах сложно сказать о произведении искусства, это как сказать о любви или о музыке, о чем это. Но если все-таки попытаться, то он прежде всего о попытке любви к родине, я бы так назвал. В общем, о любви к родине. Там рассказывается о человеке, который решил твердо уехать из России. Я скажу, что рассказ написан в 1901 году. Это один из первых рассказов Леонида Андреева. И с ним происходят некоторые события внутреннего свойства, которые меня заставляют изменить решение главного героя. В Краевом драматическом театре на сцену также вышла вокальная группа «Квартет.Про». Их таланты и перспективы отмечают многие именитые артисты, в их числе Тамара Гварцетели, Дмитрий Губерниев, Дмитрий Харатьян и многие другие. Также народные песни и русские романсы исполнила заслуженная артистка России Татьяна Петрова. Общая песня русская, советская – это видовой признак русского народа. Мы все любим общую песню и радуемся, когда поем. И сегодня мне хотелось бы… Я знаю, что у вас прекрасное место есть, святое, Читойский монастырь. И что он восстанавливается, он по подвижничеству приравнен к величайшим монастырям. Поэтому я первую песню хочу посвятить ему, это будет монастырь. В рамках форума в Краевой библиотеке имени Пушкина был открыт киноклуб «Золотой Витязь» с передачей «В дар» 200 фильмов лауреатов кинофорума. Анастасия Голдабина специально для программы «Время русского мира». Дед Мороз из Великого Устюга побывал в гостях у детей во Франции. Сначала главного новогоднего волшебника посчастливилось увидеть юным билингвам, изучающим русский язык в школе дополнительного образования «Прелюдия». Праздничный вечер завершился фотосессия у елки рядом с Сен-Жерменским дворцом. На следующий день более 200 ребят из международной англо-французской школы Жанин Эммануэль с интересом расспрашивали Деда Мороза о его деревянном тереме в Вологодской области, елке желаний и тропе сказок. На этом приключения Дедушки Мороза не закончились. Он отправился в Российский духовно-культурный православный центр и поздравил с наступающим праздником детей нескольких школ дополнительного образования. После чего его тепло приняли в детском саду и в школе при посольстве России во Франции. Финальным пунктом путешествия Деда Мороза стал русский дом в Париже. Многим ребятам удалось лично передать письма знаменитому волшебнику, а он пообещал исполнить все добрые желания. Всего во Франции с наступающим 2024 годом Дед Мороз поздравил более полутора тысяч соотечественников. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.rm.yandex.ru Берегите себя, всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok